Новое хэллоуинское обновление на Аризоне уже вышло и после входа в игру нас встречает менюшка самый страшный хэллоуин. Помимо основных двух персонажей с 12 заданиями, нас ожидает еще доска с объявлениями, на которой тоже 12 заданий. А суммарно за все квесты мы получим около 3200 АЗ коинов, это прям самое большое вроде как за всю историю Аризоны. Я играю на 22 сервере Сидона и чтобы залутать максимальную халяву при регистрации вводите никлмайкгуан и на пятом уровне используйте промокод хэштеглмайк и суммарно вы получите больше 1 миллиона. Отмечаю праздничное обновление в GPS и направляюсь туда. Локация очень красивая и как вы поняли весь праздник будет построен на сериале с Венздэй Адамс. Первый квестовый персонаж Чарли, очень большой текст, но тут ничего интересного. Вкратце нам нужно отправиться в школу и исследовать каждый ее уголок, а по награде 185 АЗ монеты, 2 хэллоуинские тыквы. За все квесты награда в тыквах будет одинаковая, по 2 штучки. Заходим в Нивермор и нас встречает атмосферная музыка и элит, которая рассказывает об этом месте. Подслушиваем у кабинета разговор директрисы и шерифа и судя по разговору появился какой-то монстр, который убивает учеников этой школы. Интересно, что изображено на тех снимках? Давай украдем их из того сейфа. Заходи в кабинет и я пока постою на стрёме. Ха-ха-ха, нормально ты придумала, вся чернуха на мне, а тебе постоять у двери. Запускается таймер на 3 минуты, за время которого мы должны расставить комбинацию для музыкальной шкатулки. Вскрыть ящики с комбинацией цифр и открыть сейф. Это задание я прошел раза с третьего, все никак не понимал как разобраться со шкатулкой. После того, как нажали на одну из шестерней, нужно не один раз нажать на стрелочку, чтобы ее перенести в другое положение, а дважды. Но последующая шестерня тоже поменяется. Так что тут нужно нажимать так, чтобы не нарушить прошлый порядок, думаю все понятно. Наконец-то, теперь открываю 5 ящиков, в каждом из которых спрятана цифра. Их нужно будет ввести в сейфе в том порядке, в котором вы их и открывали. Правильная комбинация, 4, 3, 6, 2, 8. Забираем снимки, вместе с элит отсюда сваливаем. Завершаю первый квест и забираю награду. Второй квест. Разговариваю с директрисой и она отправляет меня разузнать у работников Нивермора о случившемся. Никто не знал о чем речь, но уборщик подсказал, что из подвала доносятся странные звуки. Спускаюсь, а тут целый лабиринт. Вон он, монстр. Ааа, это еще и скример на весь экран. Проходил квесты ночью и это было реально неожиданно. А еще не забываем то, что все сопровождается страшными звуками. Пытаюсь убить этого монстра, но как вы поняли, он оказался сильнее и отправил нас в медпункт. Эннет сказала, что меня нашли в коридоре. Странно, что он не стал меня убивать. Забираю награду у Чарли и принимаю следующий квест. Встречаюсь с Эннету дома Уэнсдэй. Привет, Уэнсдэй пригласила нас к ней в дом. Она хочет познакомиться с тобой лично. Ты готов? Ух, ну давай, побежали. Первое знакомство, а мы уже деремся на катанах. Блин, не помню, как в сериале называлось это занятие, но взято тоже прям оттуда. После победы она согласилась нам помочь. Возвращаемся обратно в Нивермор и на этом задание выполнено. Следующий квест нужно сыграть в игру Битва монстров. Тут все просто. Просто тыкаем по несколько раз на появляющихся зомбаков. Нужно набрать 3000 очков за 2 минуты. Ну это прям очень просто, прям очень. Мне хватило чуть больше 30 секунд. Легкие 170 АЗ коинов. Отправляемся говорить с дядей Уэнсдэй. По награде 195 АЗшек. Забираем у него портал темной силы и находим свободное место, где его можно установить. И делается это, если что, через инвентарь. Только зашел в портал, а тут сразу монстр. Убиваю его и осталось убить еще четверых. Короче, я понял. Это было как зомби, с которых выпадали раньше ящики. Вот здесь абсолютно все то же самое, но монстров в разы меньше. Но все так же выпадают ящики. Советую арендовать какой-то сет и запастись оружием и аптечками. А то тут все друг друга дэмят. Когда остается у монстра мало хп, просто начинаете по нему стрелять и забираете фраг себе. Грубо говоря, подсосать. Убиваю последнего монстра и задание успешно выполнено. Это был последний квест у Чарли, а значит половина квестов уже позади. Теперь задание нам будет давать Филипп. Отправляемся в заброшенное здание под Вайнвудом. В комнате я не один. Ходит какой-то монстр. А, е-мое, это Эннид. Фух, я надеюсь, я тебя не напугала. Ну так, немного. Оружие-то у меня в принципе есть. Спускаемся в самый низ и попадаем в какой-то центральный штаб сатанистов. Или что это за такая звезда с глазом. Включаем электричество. Дверь закрывается. И это все оказалось ловушкой. Из вентиляции на стенах начал поступать едкий дым. Забрал кассету и вот здесь в полу залез в подземную вентиляцию. Аккуратно спускаюсь по платформам вниз и дальше небольшой паркур. Вот вам путь, как его пройти и не умереть. Ждем пока с правой стороны появятся из-под лавы две плиты одновременно. И сразу прыгаем на них. Пока мы будем на второй, появится третья плита и все, готово. Ого, это что за комната с золотом, бриллиантами? Стоит какой-то спорткар. Перемещаем золотой с этой кучи на полки и открываем проход. Все, можно забирать награду у Филиппа. Думаю, сейчас самое время послушать запись на той кассете. Там, вероятнее всего, рассказывается о каком-нибудь месте. Нужно догадаться, что это за место и приехать туда. Прослушал запись и тут говорится о каком-то мемориале на кладбище в большом городе. Откуда открывается вид на ровный протяжной берег. Находится это в Сан-Фиера, недалеко от дома Уэнсдэй из начальных квестов. Включается касс-сцена, где этот самый шериф переодевается в одежду культиста. И заходит через потайной вход в мемориал. С самого начала знал, что с ним что-то не так. Какой-то он был слишком мутный. Расспрашивал там все у директрисы и так далее. Переоделся тоже в такую же одежду и захожу внутрь. А тут даже не знаю, как назвать. Подземный храм культистов. Снизу экрана загораются буквы. Их нужно нажимать мышкой, не на клавиатуре. После чего мы завершаем обряд воскрешения слэдерменов. Я, получается, помог им? Забираю награду у Филиппа и беру следующий квест с наградой 150 доната. Ну, значит сейчас что-то легкое. Разговариваем с Донованом, который объясняет, как играть в его мини-игру. Тут все просто. Просто сортируем предметы по колбам так, чтобы они содержали только один вид предмета. Даже 30 секунд и не прошло. Очень простая игра. Забираю награду и принимаю следующее задание на 210 АЗ Коина. Встречаюсь с девчонками в лаборатории и вот возле этого стола приготовлю зелье. На экране появляются названия химических элементов. Жмем по ним снизу и по табличке сверху. Установил колбу в аппарат для смешивания и запустил процесс приготовления. Осталось подождать одну минутку. Думал, может тут есть какие-то пасхалки или отсылки от разработчиков, но ничего не нашел. Забираю зелье против стадермена и Эннид скинул мне координаты, где они находятся. В лесу обнаружил слендера и теперь используем то самое зелье, которое сделали ранее. Не знаю, как оно нам поможет, но я даже ничего не успел сделать, а задание выполнилось. Найс. Опять высокая награда, значит и сложность будет высокая. Встретились с Эннид и Уэнсдэй у кладбища в Лот-Сантосе. Они мне снова дали какое-то зелье. Зелье на все случаи жизни. Встал в круг вместе с культистами и через Эннидар использую зелье оборотня и раскидываю всех врагов. Запускается катсцена, где видно, что им все-таки удалось воскресить лесное чудище. Переходим к следующему квесту, где я уже забегаю в пещеру горы Чили. Внизу в ящике берем оружие и убиваем троих монстров. Спускаюсь глубже в пещеру и падаю в пропасть. Откапываю от завален лестницу и поднимаюсь наверх. Вот так чудо, да? Лежало, меня ждало. Кражится этот культ пробудил лешего, который прямо сейчас пытается открыть ворота в древний храм темной силы. Если у него это получится, то он сможет управлять магнитным полем земли и отключит гравитацию. Перебегаю через мост и тут очень много монстров. Чтобы вас не убили, забираемся на вот это строение и стреляем по ним, пока никого не останется. А теперь главный босс леший. Просто взять и убить его не получится. Взбираемся по конструкциям вверх и забираем динамит. Раскладываем по всем отмеченным точкам и быстро убегаем из этого места. Пока в сцене понятно, что это финал и все квесты пройдены. Ну, как говорится, добро всегда побеждает зло. Ах да, совсем забыл. Мы же подготовили для тебя еще много заданий на доске объявлений. Загляни туда, когда отдохнешь от всей суеты. По секрету, там очень интересные задания и даже мероприятия. Поздравляю всех с праздником Хэллоуин. Совсем скоро на канале выйдет вторая часть. Это уже прохождение всех квестов с доски объявлений. По донату вышло чуть больше 2000 АЗ. Но это огромнейшая халява. Все тыквы, что мне накапали за квесты, закинул в зловещий костер. Но ничего не выбил. Одни XP и деньги. Продолжение следует.